Здарова народ! Думаю владельцы Nintendo Switch меня поймут, что вот эти джойконы это не совсем удобная вещь. Ну, во-первых, никакой эргономики, тяжело держать достаточно, ну не то что тяжело, неудобно. То есть руки лежат как-то нестандартные, нет тут привычных подушечек снизу. В общем, решил я себе их заменить, эти джойконы, и полез в интернет. Начал смотреть разные обзорчики и наткнулся на ряд разных обзоров одного и того же устройства. Одних и тех же джойконов, и, собственно, мне они понравились. По обзорам я решил тоже себе взять и заодно тоже затестить и вам рассказать. Это вот такие вот ОРД с ТЛРТ-С, СТЛРТ-5. В общем, в чем прикол? Это беспроводные вот такие, я их уже достал, я уже их протестил, я уже угодник говорил. Это вот такие вот штучки, которые идут в комплекте вот с такой вот штучкой, да, с держателем. И вроде бы все ничего, но мне есть что сказать. Почему-то их очень сильно нахваливают. Просто как-то все везде, во всех видосах просто говорят, какие они невероятно потрясающие. Они, конечно, неплохие, но у меня к ним есть ряд вопросов, о которых мы с вами сейчас поговорим. Итак, во-первых, раз уж я уже подсоединил их, сразу скажу об одном минусе, который меня прям... Я вообще не понимаю, зачем нам нужна была вот эта штука, вот это крепление, зачем они его сделали и положили в комплект. Потому что это просто полная хрень. Смотрите, видите? Оно просто люфтит прямо в креплении вот этой вот родной своей держалки. И, ну, это просто какой-то ужас. Это супер неудобно, это прям раздражает, бесит. Если в это еще играть сидеть вот так вот, и оно вот так вот все будет дергаться, ну, это очень легко сломать. Все почему? А все потому, что здесь вот это вот крепление, оно как бы вот такое вот пластиковое, да. Тут нет вот железной штучки. Сейчас я вам покажу. У меня есть оригинальный держатель для Joy-Con. И вот здесь, собственно, вот эти штуки, они железные. Видно, камера не фокусируется. В общем, они железные, и здесь Joy-Con, собственно, становится хорошо. Если мы даже возьмем вот эти вот Joy-Con, которые настоящие, комплектные и оригинальные, и ставим их сюда. Ну, они точно так же будут люфтеть, неудобно. Ну, и держать их тоже в этой штуке, еще более неудобное, в общем, занятие. Не понимаю, зачем. В общем, это полный шлаг. Ладно, давайте теперь поговорим про сами вот эти вот, собственно, устройства. Чем они хороши? Почему вообще мне они понравились, я решил их взять. Здесь стики с датчиком хола. В двух словах, не буду объяснять технологию, работает этот датчик так, что он просто долговечнее, надежнее. То есть, сам механизм. Придумали его давным-давно, по-моему, еще на Dreamcast-ах эта штука стояла, но вот как бы почему-то никто этим не пользуется. У всех обычные датчики, которые выходят из строя буквально там через полгода у многих начинают дрифтить. Здесь такой фигни нет. То есть, эти штуки, собственно, сделаны так, что дрифтеть не должны и вообще будут супернадежны. Так же у этих прикольных дайконов механические кнопки. Хорошо это или плохо? Сказать не могу, но это громко. То есть, это вот так. Плюс в комплекте у него идет съемная вот такая вот, съемная крестовина. Есть крестовина, есть еще пластина. Сейчас появится вставочка, вы посмотрите, как это выглядит. Не знаю, для чего это, но оно есть. Но мне как будто бы кажется, что с крестовиной удобнее, потому что вот эта пластина, она... Ну, хотя, наверное, на вкус и цвет товарищей, как говорится, нет. Сзади есть кнопки дополнительные. Эти кнопки можно настраивать. На них можно биндить какие-нибудь движения. В играх, например, присесть или подпрыгнуть. В общем, удобно для шутеров. По идее, должно быть. Но я этим не пользуюсь, меня нахер не надо. И на самом деле, вот честно, как по мне, эти штуки даже немножко мешают. Когда играешь в пылу, можешь случайно нажать. Вот, я не очень люблю. У меня стимдек был, и на стимдеке я их не очень люблю. Вообще, в принципе, не очень эти кнопки люблю. Но, наверное, для киберкатлета это важно. Хотя, Nintendo Switch и киберкатлеты это вообще вещи несовместимые. Так, давайте подрубим их, собственно, к самому Switch. Подрубаются они просто, соединяются моментально. Вообще, без каких-либо... Прямо из коробки. Я их подключил вот так, и все. Они у меня сразу же заработали. То есть, без каких-либо танцев с бубнами. Это круто. Также на передней панели, кстати, на этих геймпадах есть кнопка Home. Точно такая же, как и на обычных джейконах. Есть кнопка скриншота. Есть кнопка Turbo. И тут, и тут есть эта кнопка. Кнопка эта нужна для чего? Она нужна для того, чтобы назначать на кнопки, собственно, кнопки действия. Как бы множественное действие. Ну, условно, вы играете в какой-то шутер, например, в Fortnite. Можно забиндить так, чтобы при нажатии одной кнопки у вас вылетало там пять пуль сразу же. Не знаю, в чем прикол, но вот китайцы любят так делать. Это вот, я помню, у меня была такая мышка AfoTech X3. Или как-то так она называлась. Там была кнопочка такая. Нажимаешь, и три пульки вылетают. Полная херня. Вообще невозможно. Ну, для чего она была сделана? Непонятно. Здесь то же самое. Вообще непонятно, для чего это сделано. Но это сделано. Из приколов. Здесь есть RGB-подсветка. RGB-подсветочка. Это, конечно, ну, это реально прикол. Выглядит прям суперски. Мне нравится. Ну, и, в принципе, дизайн у них. Если вот камера будет нормально фокусироваться, вы увидите, что дизайн у них тоже приколдесный. Они такие, как бы, типа прозрачный корпус. И вот это вот все светится. И вообще так они, ну, выглядят достойно. В руке, кстати, тоже лежит очень достойно. Очень удобно. Мне прям зашло. Прям кайф. Прям классно. Громкие очень кнопки. Громкие, супер громкие кнопки. То есть, если вы будете играть, например, вечером где-то там в постели рядом у вас жена или там соседник кроватки спит маленький ребенок, то эта штука может на самом деле мешать. Поэтому, как бы, это запишем, наверное, в минус. Но в остальном, в принципе, удобно. Материал, ну, пластик обычный. Ну, тут типа прорезиненные штучки и рука лежит. Кайф. Мне прям нравится. Суперски. Единственное, что мне нравятся, вот эти вот клики вот этих кнопок. И они какие-то тоже чуть-чуть люфтят, если вам видно. Тоже как-то не очень. Так, что касается вибраций. Я уже протестил. На самом деле, вибрация здесь полное барахло. Супер, супер ужасное. Вообще не сравнится с оригинальными джойконами. Но эту вибрацию можно вырубать. Можно вырубать вибрацию. Можно делать ее там на 30-50 процентов. По-моему, 80-100. Там в инструкции написано. Оно прям меняется. Не помню, куда я инструкцию положил. Ну, а вот, в общем, не суть важна. Вот такая на английском и китайском языке идет. Значит, вибрация, вибрация, вибрация. Да, 30-50-75 и 100 процентов. В общем, такая история у вибрации. Но. Все бы ничего. Но эта штука, эти штуки, они суперудобны. Да, очень удобно держать. И теперь стало очень удобно играть. Как бы вопросов нет. Но. Вообще, они сейчас перестали у меня работать. Если честно. То есть, они включают. Вот легко. Я переключаюсь по меню. Включаю Heights. И в Heights они не работают. На, все. Все нормально, все заработало. В общем, я все починил. Не так сложно было. Просто нужно было их вытащить, вставить. В общем, просто заглючили. Ничего страшного. Дальше. Что тут еще интересного. Эти штуки идут с одним кабельным зарядкой. При этом у этих Joy-Con'ов, собственно, у каждого свой выход. Ну, не критично. В принципе, они заряжаются от самой консоли. И поэтому, по идее, они не будут разряжаться. Вам не нужно будет их заряжать. Но, если будете пользоваться отдельно от консоли, они будут разряжаться. Их нужно будет заряжать. В общем, тоже не как бы прикольно. Что касается аккумулятора. Здесь 500 мАч. Я не совсем понял. Это в каждые 500 мАч. Или всего, в общем и целом, 500 мАч. Потому что на коробке написано просто 500 мАч Dual Battery. Наверное, в общем и целом. Но они не разряжаются раньше консоли. Это уже хорошо. Из минусов могу еще сказать, что она не помещается... Ну, вот с Nintendo теперь не помещается вот в такой чехол. Потому что... Ну, потому что вот так. В общем, нужно, нужно, нужно покупать какой-то дополнительный чехол. Причем такую бандуру теперь не очень удобно с собой, на самом деле, таскать. То есть, это больше такой домашний вариант игры. Потому что куда-то с собой ее брать, ну, это прям забей. Это супер неудобно. Удобнее в сто раз, когда у вас подключены вот такие штучки. Маленькие джойконы комплектные. Спокойно консоль входит в любой внутренний карман любой куртки. Сейчас погодка в Питере такая, что там плюс 15, плюс 17. Можно в джинсе походить. В джинсовую куртку кидаешь во внутренний карман. Супер балдеж. Просто, просто класс. Супер удобно. С этой штукой ты, конечно, не закинешь. Она очень много места. Она, на самом деле, и тяжелее делает консоль. Заметно причем тяжелее. Хотя, сами по себе, вот эти штуки, они достаточно легкие. Они, если так сравнивать, они прям децл тяжелее. Прям чуть-чуть тяжелее, как будто бы оригинальных. Но, когда их два, соответственно, это уже ощущается. В руках сидит отлично. Кнопки нажимаются нормально. Громкость кнопок, ну, как я уже сказал, не очень нормально. Играть на них удобнее в сто раз. Это прям намного удобнее вещь, чем, собственно, комплектные джойконы. Это прикольно, что, ну, вот я RGB-подсветкой вот кручу стиком, и подсветкой там что-то тоже крутится. Ну, такое ощущение, что просто сам стик немножко перекрывает источник света, и просто она затемняется, и наоборот становится ярче. А в общем и целом сказать про них, ну, нечего. Я не знаю, откуда такие прям супер хвалебные отзывы. Это вот удобно, но удобно дома. Это не очень удобно в перевозке. Это не очень удобно играть вот на этой штуке, потому что на ней она явно легкая. Это даже не очень удобно стоит в доке. То есть, ну, нет, она вставляется идеально, то есть ровненько подходит, но выглядит все это не так радужно и прикольно. Когда разноцветные вот эти вот штучки стоят, оно выглядит, ну, как-то по-такой повеселее. Это же, ну, какая-то прям грусть-печаль, бандура здоровая. Ну, из приколов. Они уходят в сон, соответственно, когда вы консоль в блок ставите, все, у него потукли. Индикаторы. Разблокируете, все, они опять у них загорелись. То есть, она вместе с консолью работает, это здорово, это очень хорошо. Понравилось, что не нужно было там как-то сопрягать дополнительно все. Это очень классно в автоматическом режиме было сопряжено. Стики сами, кстати, про них надо сказать, тут же эффект холла. Стики сами обычные. Ну, они как бы высокие. С мертвой зоной, кстати. Да, причем. Ну, не сказал бы прям, что очень большая, но она есть. Она есть. Ну, вот я вот примерно, вот я не знаю, видите, отклонение или нет. Вот примерно, наверное, да, вот настолько. Да, вот, это вот мертвая зона такая. Ну, большая на самом деле. Предположу, что на правом стике так же, просто у меня хейтс запущенный, там не видно. Очень неоднозначное у меня впечатление от этой штуковины. Она действительно прикольно выглядит. А действительно классно лежит в руке. Но при этом, наверное, я не использовал ее на постоянке. То есть, это такой больше домашний вариант. Если будете выбирать себе подобные, в принципе, не обязательно этого производителя, подобные джейконы, то просто примите внимание, что это не очень будет удобно перетаскивать с собой. Не знаю, насколько это вам важно, но я сказал про то, что есть RGB-подсветка, но я не сказал, что ее можно отключать и менять. И, в принципе, можно, чтобы один там красненьким светился. Отключать, по-моему, нельзя, но можно менять. Нажимаете кнопку Turbo, нажимаете сам стик, и вот она меняется в разные цвета. Ну, RGB как-то выглядит поприкольнее, на мой взгляд. Хотя можно разные цвета поставить, разные цвета использовать и наслаждаться. Как мне кажется, это, ну, не то чтобы прям какая-то суперфишка, и как будто бы RGB-шка, наоборот, будет быстрее сажать батарейку. Поэтому тоже как бы такой плюс на минус. Не знаю. Я не могу советовать прям вот конкретно, что все берите, это то, что вам нужно. Это прикольная вещь, но, кстати, забыл сказать, вы не сможете поставить консоль свою на ножку вот так. Просто потому, что она падает. Ей мешают, собственно, сами вот эти вот джойконы. В общем, есть как плюсы, так и минусы. Очень неоднозначная покупка. Кому интересно, я ссылки там внизу в описании добавлю, где можно их посмотреть, купить. А это все-таки, ну, на мой взгляд, такой домашний вариант. Или там пришли гости, вы с ними хотите поиграть. Надели их вот на вот эту гостевую. Вот это пусть будет гостевое крепление. Дали им. Пусть они играют, бесятся. Вы играете Mortal Kombat и обыгрываете их. Потому что у них просто горит жопа из-за того, что вот это люфтит. Я не призываю никого это покупать. Но просто как вариант можете рассмотреть эту штуку покупки. В принципе, в принципе, неплохо.